Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Обзор прессы». Мы продолжаем знакомить вас с православными периодическими изданиями. Газета «Православное Забайкалье» – официальный печатный орган Читинской Краснокаменской епархии. Выходит два раза в месяц. 13-й номер газеты посвящен 1025-летию Крещения Руси. Как православное Забайкалье встретило великий праздник? 9 августа – День памяти великомученика и целителя Пантелеймона. Как изменились дети после отдыха в детском оздоровительном лагере «Березка», где проходила православная смена? Экскурсия «Дорогой царя-мученика». В 1891 году два дня цесаревич Николай находился в Чите. Экскурсанты прошли по улицам и памятным местам пребывания цесаревича. Объяснение и происхождение праздника «Преображение Господня» о современной внешней миссии Русской Православной Церкви по материалам сайта patriarchy.ru «Матерная брань» или «Почему мы забыли, что слово – начало жизни?» Материалы из книги Татьяны Мироновой «Крест и меч». В селе Нерчинский завод в Забайкалье люди решили построить храм. И это несмотря на нищету, безработицу и пьянство вокруг. В Читинском епархиальном училище идет набор учащихся на новый учебный год. Об этом читайте на страницах газеты «Православная Забайкалье». Газета распространяется в храмах епархии. Уфимские епархиальные ведомости газеты выходят один раз в месяц. Распространяется по храмам Башкортостанской митрополии. На первых страницах вниманию читателей предоставляется информация о событиях во всех епархиях митрополии – Уфимской, Салаватской, Нефтекамской. Для меня теперь Иисус Христос не мифологический персонаж, а конкретная личность – Бога-человек. Рубрика «Интервью» предлагает беседу с актером, певцом, народным артистом России Дмитрием Певцовым. Святой Моисей Уфимский – наш современник, мощи которого покоятся в Свято-Сергиевском храме города Уфы. Святой и после своей смерти помогает всем, кто с верою и молитвою прибегает к нему за помощью. Всего мира надежда и утешение. 120-километровый крестный ход Стабынской иконы Божьей Матери от Верхотора до Святых Соленых Ключей обрастает традициями. Два священника Уфимской епархии награждены медалью за личный вклад в работу по патриотическому воспитанию. Памятная медаль была учреждена в 2006 году правительством Российской Федерации и является формой поощрения за отличие в патриотической деятельности граждан. Рубрика «Наша память» рассказывает об Иерее Матфея Федорове, принявшему мученическую смерть на Беломорском канале смерти. Работы на Беломорканале велись день и ночь в любой мороз. По официальным данным, здесь умерло около 200 тысяч человек. Тех, кто сумел пережить и выжил эту каторгу, расстреливали в урочище Сандр Мох в Карелии. Кроме того, в газете вы найдете полезное объявление и дневник паломника о поездке в Санкт-Петербург, учащихся воскресной школы Владимирского храма села Юматова. Газета Уфимской перхиальной ведомости распространяется по храмам Башкортостанской митрополии. Колокольный звон. Православная культурно-просветительская общественно-церковная газета издается по благословению Высокопреосвященнейшего Феодосия, митрополита Тамбовского и Рассказовского. Имеет гриф, одобренный синодальным информационным отделом Русско-Православной Церкви. Газета «Колокольный звон» освещает проблемы современности с христианских позиций, осуществляет содействие в укреплении духовных начал в развитии общества, укоренении в народе, доброделания, веры, милосердия и любви. Рубрика «Вести Метрополии» рассказывает о главных епархиальных событиях. Это совместный форум Тамбовского духовенства и журналистов, 8-й Оптинский форум, и собрании, на котором освещались вопросы, связанные со значимой датой – столетия со дня прославления в лике святых великого чудотворца и заступника Тамбовской земли, святителя Петерима. На страницах газеты митрополит Феодосий подробно рассказывает о ходе подготовки к торжествам и их проведению в 2014 году. Заведующий комиссией по канонизации Тамбовской митрополии Протерея Александр Сарычев поведал читателям газеты о своем нелегком, кропотливом и благородном деле – восстановлении имен тех, кого мы сегодня называем новомучениками Русской Церкви. Результатом такой работы явилась уже изданная книга под названием «Житье иеросхимонаха Павла в западне советского безбожья». Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя. Маршруты паломника в этом номере ведут в Италию, в страну, где еще в первом веке звучала проповедь о Христе. Газету «Колокольный звон» можно купить в храмах, киосках, роспечати, а также выписать по почте. Подписной индекс 31690. Православная газета Курганской епархии информирует, что начинается новый учебный год на катехизаторских курсах для мирян. 19 сентября в 18 часов в актовом зале Епархиального культурно-просветительского центра, что по улице Пичугина, 15, строение 1, управляющий Курганской и Шадринской епархией архиепископ Константин, профессор, академик, возглавит молебен на начало нового учебного года и прочитает первую лекцию по основам богословия. 30 достопримечательностей нашей страны продолжают борьбу в финале мультимедийного проекта конкурса «Россия-10». Среди них и Свято-Успенский Далматовский мужской монастырь. Голосование продолжается. Газета рассказывает, как отдать свой голос за святыню за Уралием. Писатель-историй гражданин. Материал к 85-летию со дня рождения замечательного православного писателя Бориса Николаевича Корсонова и отрывок из его книги о цесаревиче Алексии. Газета продолжает рассказывать о детях-сиротах, находящихся в Курганской области. В настоящее время в детских домах области находится более 1 тысячи детей, которые ждут своих родителей. На сайте Курганской епархии под рубрикой «Чужих детей не бывает» помещены фотографии и живые рассказы журналистов газеты о каждом ребенке. Загляните на сайт www.kurgan.orthodoxy.ru Выглядитесь в лица детей. Может быть, именно вы их будущие родители. Вниманию читателей также предлагается православный календарь, объявление и расписание паломнических поездок. Православная газета Курганской епархии выходит один раз в месяц, распространяется по храмам епархии. Газета «Радонеж» Православное ежемесячное обозрение. Газета для тех, кто хочет и любит думать, кто хочет знать больше о душе и Боге. Получать достоверную информацию о том, что происходит в мире. Читайте на страницах газеты. Кого защищает закон? Протодиакон Андрей Кураев комментирует закон об оскорблении религиозных чувств верующих. «Не надо бояться и смущаться выступать в защиту нравственных христианских ценностей», призывает Сергей Худиев в статье «О принуждении ко греху». О святом апостоле Андрея Первозванном рассказывает протерей Андрей Ткачев. На вопросы главного редактора газеты отвечает Василий Анисимов, руководитель пресс-службы блаженнейшего митрополита Владимира, предстоятеля Украинской Православной Церкви. «Как не позволить ювенальным технологиям отобрать у вас ребенка?» объясняет известный юрист Антон Сарвачев, координатор Организации Всероссийское родительское сопротивление. Об опасности попыток совершить цивилизованный переворот размышляет настоятель храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп Рябых. Газета «Радонеж» не является коммерческим изданием и существует исключительно на средства читателей. Подписаться на газету можно через агентство «Роспечать», подписной индекс 32 510. Кроме того, на газету можно оформить подписку онлайн или заказать по телефону 8 495 665 68 92. Дорогие телезрители! Православные периодические издания не приносят никакой серьезной коммерческой выгоды их издателям. Издание «Православные периодики» — это особое служение в деле просвещения и распространения света Христовой истины. Поддержите православную журналистику! Выписывайте православные газеты и журналы! С вами была программа «Обзор прессы» и ее ведущий Тимофей Обухов. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова